Когда после часовой встречи министры иностранных дел России и Ирана предстали перед представителями СМИ, они улыбались, настроение у обоих было приподнятое. Они смотрелись, как два старых друга. Министры начали с того, что высоко оценили соглашение, достигнутое в ноябре в Женеве, во время переговоров по вопросу ядерной программы Ирана. Тогда Тегеран согласился заморозить или ограничить часть этой программы. В ответ частично были ослаблены международные санкции, от которых Иран страдал несколько десятилетий. Сергей Лавров и Джавад Зариф сегодня ясно дали понять, что в данный момент очень важно, чтобы все стороны соблюдали условия соглашения. Согласовывались предельно конкретные договоренности. Договоренности, которые должен выполнить Иран, договоренности, которые должны быть выполнены странами 5 плюс 1, прежде всего теми, кто вводил в обход Совета безопасности односторонние санкции. Министры также обсудили ситуацию в Сирии, которую называли катастрофой и человеческой трагедией. Всего через месяц мировые дипломаты вновь соберутся в Швейцарии, где будет проходить конференция «Женева-2», посвященная проблемам мирного урегулирования конфликта в Сирии. Сергей Лавров сегодня вновь подчеркнул, что, во-первых, у сирийского кризиса может быть только мирное решение, а, во-вторых, Иран должен стать частью этого решения и принять участие в конференции «Женева-2». Мы слышим периодически о том, что та или иная страна недовольна предстоящим мероприятием, надеюсь, что оно обязательно состоится, что кто-то считает гораздо более продуктивным и быстрым решить проблему силовым путем, путем внешней интервенции, но подтверждение этим слухом я ни от кого не получал. И твердо исхожу, что ответственные страны должны сделать все, чтобы российско-американская инициатива, одобренная, еще раз подчеркну, единогласно в Совете безопасности ООН, увенчалась успехом. Оба министра подчеркнули, что будущее страны может определять только сирийский народ. Но международное сообщество должно способствовать этому решению и оказывать Сирии разностороннюю поддержку.